Приветствую вас. Для начала хочется сказать вам то, что, по-видимому, вы немножечко ошиблись разделом и написали разделы психологии, хотя мы здесь не занимаемся гаданием, мы здесь не занимаемся приворотами, мы занимаемся анализом отношений, мы занимаемся решением личностных проблем людей. Вот, поэтому, то, что вот касается этого момента, на мой взгляд, ну, вам желательно, желательно бы все-таки делить одно от другое, да, ну, одно от другое, одно от другого делить желательно бы. Дальше. Значит, знаете, какая штука? С точки зрения психологии нельзя страдать от неразделённой любви, потому что любовь неразделённой быть не может. Если вы любите человека, если вы правда его любите, то вам, в принципе, всё равно, любит ли он вас в ответ или нет, вам всё равно, потому что вы его любите. И этого, в принципе, достаточно, на самом деле. Вот. То есть, ну, достаточно того, что человек, вы любите человека. Вот. А если вы страдаете от неразделённой любви сами, если вы страдаете от неразделённой любви сами, то здесь, скорее всего, дело не в любви, как таковой, а здесь, скорее всего, дело, ну, в чем-то другом. Вот. То есть, я, конечно, не могу, не могу прям вот, наверняка сказать, всё, да, ну, в чем-то вы нуждаетесь, чего-то вы хотите, чего-то вам не хватает. Вот. То есть, это такая история и такой важный момент. Это очень важно. То есть, ещё раз, да, чтобы было понятно. Вот. От неразделённой любви страдать нельзя, потому что любовь неразделённой быть не может. Любовь – это волшебное чувство, любовь – это желание отдавать, любовь – это желание что-то делать для человека. Вот. И, значит, страдать от неразделённой любви нельзя, потому что, ещё раз повторюсь, здесь идёт акцент на человеке. Не на вас, а на человека. Если вы делаете акцент на себя, да, на себя, ну, на себя, то есть, именно выстрадает. Значит, дело здесь не только в любви, а здесь есть ещё и ещё что-то, ну, помимо любви, что-то ещё есть. Вот. Значит, дальше. Вы хотели бы, чтобы наши чувства были взаимны. Зачем? То есть, вот, да, как бы не звучал этот вопрос. Но очень важно понять, зачем. Зачем, для чего вы хотите, чтобы вас были взаимны. Что вам это, да? Почему вы этого хотите? То есть, с точки зрения, опять же, человеческих отношений, любовь либо возникает, да, она либо возникает, либо нет. То есть, это естественная история. Естественно, что любовь возникает, и естественно, что любви не, ну, любви может не возникнуть. То есть, ну, встречных, встречных чувств к вам может не возникнуть. Это нормально. Так вот, вопрос к вам, да, почему вы хотите этого, для чего вы этого хотите? Вот. Далее, вы спрашиваете, можем ли мы вам помочь? Опять же, здесь не совсем понятно, какой помощи вы хотите. То есть, можем ли мы вам помочь с точки зрения психологии? Ну, с точки зрения психологии мы вам помочь можем. Например, если вы, допустим, постараетесь учесть, какая, к примеру, женщина нужна вашему мужчине, и сделаете все для того, чтобы без вреда себе быть ею. Но это не даст, как бы, гарантии, что у человека, ну, появится к вам чувство. Это не даст гарантии, потому что, ну, гарантии, вообще, по чувствам дать, на самом деле, нельзя. Да, то есть, это, вот, такая история. Это нужно обязательно учитывать. То есть, никакой гарантии вам никто не даст, может меняться, но мужчина может этого не увидеть, не оценить, не понять, и ему это вообще, все, может быть, даже будет и не нужно, как бы. Вот, поэтому это, пожалуйста, в данный момент точно, пожалуйста, учитывайте. Вот. Вы пишите, я бы очень хотел от него взаимных чувств. Зачем? Зачем? То есть, вы бы хотели от него взаимных чувств для себя. Да. То есть, как бы, в этом, значит, в этом смысл, смысл, в этом разница заключается между другой любовью, к примеру, ну, вот, вашей любовью, да, к человеку, и идем, что вы хотите для себя. Это разные вещи. И вам вот это вот нужно для себя, вам нужно это понять. Этот момент вам для себя нужно увидеть, потому что это вас, вот. И отделить то, что вы хотите для себя, от того, что вы хотите для своего, ну, для своего молодого человека. Вот. А сможете, если вы сможете это отделить одно от другого, то тогда, я полагаю, что свою проблему, почему вам хочется взаимных чувств, вы сможете решить с помощью психолога. А перед молодым человеком сможете раскрыться максимально, тем самым продемонстрировав ему свой внутренний мир, и, значит, тем самым предоставив возможность вашим отношениям. Вот так. Но очень важно отделить одно от другого. Очень важно отделить, вот, ваши, то, что вы хотите для себя, и то, что вы хотите для него. Это никак не совместимо вместе. То есть, ну, друг с другом это никак вообще не совместимо, в принципе. Вот. Ага. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете вы лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok